Хочу вам показать два похожих сорта, но на самом деле они достаточно одинаковые и разные одновременно. В данном случае вот у нас я вам показываю сорт Роберт Майер. Это старый ретовский сорт, вот у него розовый, махровый, по краю вот такая вот крапушка, более темная, бордовая. Вот размер разведки, небольшой, достаточно компактный сорт. Есть похожий на него, такой же по расцветке, достаточно похож между, они между собой достаточно похожи, но совершенно разные по размеру розетки и размеру цветка. Это сорт Крис, который я вам уже показывала немножко ранее. Вот такой он, достаточно крупный. И вот рядышком я их поставила, чтобы вы сравнили и увидели разницу воочию, насколько они действительно разные. Сорт Роберт Майер достаточно быстро зацветает, он любит стеллажи, цветет при любом освещении. Крис достаточно неприхотливый, но любит больше естественное освещение. На стеллажах он у меня не зацвел пока что, это вот розетка, которая стояла на естественном освещении, на окне. Розетки у каждого сорта разные, листья разные, хотя тоже темные. Похожий, конечно, есть сорт еще Ян Минуэт, но по фактуре и структуре цветка они совершенно разные. Вот, пожалуйста, разница. И в размере цветка, и в форме лепестков можете сравнить. Но здесь большой плюс, рано зацветающий сорт и компактная розетка. Роберт Майер дает очень красивую компактную розеточку. Конечно же, Крис красивее цветок больше немножко, но при этом розетка очень разложистая, большая. Хотя это не его минус. Обычно, если цветок крупный, то розетка тоже крупная. Ну, такой вот закон фиалочка. Спасибо за просмотр, удачного вам дня! Одинаковых сортов. Очень часто меня спрашивают, какая разница между любимой дочкой. Вот сейчас зацвели. Любимая дочка, вот она. Так, смотрим, какая она красивая. Это вот сиреневый цвет. Очень неприхотливый сорт. Так, любимая дочка. А это вот Ксюша. Меня спрашивают, ну вот какая между ними разница? Вот мы сколько смотрим в интернете фотографии, ну одинаковые они. Ну, в принципе, да, практически одинаковые. Но вот любимая дочка, она немножко крупнее. Чуть-чуть, буквально крупнее. А у Ксюши, у нее вот сверху, вот так видите, вот такая вот, как видно, затемнение идет. Ушки темнее. Верхние лепестки более темные. Вот, собственно говоря, и вся разница. Это любимая дочка, а это Ксюша. Вот, ну немножко листья. У любимой дочки они вот бордовые. А у Ксюши немножко светлее. Хотя, в принципе, тоже одинаковые. Ну, так, если вот не знать, то и не разберешь, где Ксюша, а где любимая дочка. Ну, вот, как видно, они, конечно, очень похожи между собой. Так, сиреневый цвет. Вот, ну вот, разница только вот в верхушках. Здесь верхние лепестки немножко темнее. Вот так. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня. Под конец хочу вам показать, как зацветает красивый сорт ЛЕ Звезда Востока. Вот это такой замечательный, очень обильно цветущий, абсолютно неприхотливый ретро сорт уже. Потому что это давний-давний-давний, я уже даже не помню, какого он года. Он очень давно у меня растет. Мне очень нравится, потому что очень красивый, обильно цветущий. Он практически всегда вот цветет шапочкой, цветочки выкладываются, ровненько держится. В общем, красавец неземной красоты данный сорт. Вот, нарядный. Он настолько, ну, такой вот неприхотливый. Просто есть сорта, действительно, возле которых практически не ходишь, не бегаешь. Вот, достаточно ему поливать, немножко удобрять. Вот, и вот-вот он будет вот так цвести. Это еще не все, еще вот есть бутоны, идут бутоны, раскрываются, цветочки открываются. То есть, это вот начало цветения. Вот такой замечательный-замечательный, просто обалденный сорт ЛЕ Звезда Востока. Вот, а рядышком вот стоит возле него, очень скромненько так, начинает цвести мой любимчик. Это я балдею от этого сорта. Называется Кинг Стрэжер. Вот сейчас он обычно не махровые цветы у него, но вот он у меня замахровился. Цвел в предыдущем цветении. Был просто такой огромный диск. Вот, с таким вот переходом сиреневого, красивый, замечательный сорт, очень классный. Для тех, кто вот любит сиреневые, там, голубые сорта, это такой вот просто находка. Он тоже вот, это вот только-только начал распускаться. Видно уже размер цветка, будет еще больше. Вот, бутончики идут. Компактная розетка, но он, в принципе, в начале своей жизни побольше был. Но с возрастом розетка у этого сорта становится меньше, аккуратнее. Вот это как-то мне рассказала Елена Лебецкая, что сорта фиалок обычно с возрастом становятся мельче. Сами розетки есть, у них такая способность. Вот, ну, не все, конечно, но частично так и происходит. Это вот сорт Кинг Стрэжи. Очень красивый, просто замечательный сорт. Обильно цветущий, всегда радующий. Глаз, вот он настолько необычный, что я, в принципе, не встречала подобных цветов, которые вот сейчас селекции делают. Вот таких цветов просто нет. Именно такой вот окраски и фактуры цветка. Настолько вот, как он качественно и красиво цветет. Но это просто балдеж полный. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok